Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня такое громкое название видео с одной стороны, с другой стороны я постараюсь его обосновать. Я считаю, что в ближайшие 2-3 года мы увидим в Европе двузначный темп инфляции. Инфляция будет достаточно высокая, то есть Европейский Центробанк может напечатать порядка 10-15 триллионов долларов в эквиваленте денег. Ну и давайте поговорим, что является причиной этому, чем я аргументирую, что же происходит сейчас в европейско-банковской системе и что являлось первопричиной тех проблем, которые мы наблюдаем в настоящий момент. Основная причина проблем возникших заключается в том, что когда Федеральная резервная система стала бороться с инфляцией, стали повышать процентные ставки. Когда повышаются процентные ставки, это приводит к тому, что доходность облигаций тоже начинает расти. А что значит рост доходности облигаций? Они начинают терять в цене. Ну то есть, если, допустим, облигация имеет номинал 100 рублей, ставка по купону у нее 10%, и она была выпущена, ну, условно, там, 2 года назад. И банк повышает процентную ставку в стране, допустим, до 15%. Что получается? Получается, что держатель облигации, который купил облигацию, по которой покупает 10%, получает 10% купона, она ему неинтересна. Потому что новые облигации, которые выпускаются, они выпускаются уже с доходностью 15%. И зачем ему держать облигацию с доходностью 10%, когда он может купить облигацию с доходностью 15%? Он начинает эти старые облигации с более низкой доходностью продавать. И так как все продают, потому что доходность неинтересна, и никто в здравом уме не купит облигацию с более низким доходом, чем новые выпуски облигаций, так как покупателей снизу нет, облигации начинают падать в цене. А так как они падают в цене, то, соответственно, допустим, стоило 100 рублей номинал облигации, упало в цене, допустим, до 90 рублей, и получается, что на вложенные 90 рублей вы получаете 10 рублей купона. То есть доходность выросла. Она стала не 10%, она стала выше. Соответственно, доходность облигаций выросла, а сама облигация в цене упала. Соответственно, когда был период низких процентных ставок, доходности облигации были около нулевые в Америке, а в Европе они вообще были отрицательны. И что делали банки? Банки понимали, что на купонах они заработать не могут, а заработать они могут только на росте облигаций. И поэтому они, что называется, пирамидились. То есть они покупали облигации, приносили в Центробанк, в Центробанке под залог этих облигаций под очень низкий процент получали еще денег, снова покупали облигации. И это называется пирамидой репо. Таким образом банки, они, получается, что делали? Они привлекали депозиты, размещали денежные средства в таких вот пирамидах. И что произошло с ФРС? ФРС повысила процентную ставку, за ФРС через плагом в 6 месяцев, 8 месяцев повысила процентную ставку Европейский Центробанк. Соответственно, доходности облигаций стали расти, сами облигации стали падать в цене. И все бы ничего, если бы облигации падали в цене. Но в этот же период прибежали вкладчики и сказали, а верните-ка банк нам деньги, то есть, которые на депозитах лежат. Американские банки. Вкладчики почему прибежали в банки, в какие банки они прибежали? В банки, связанные с криптовалютными биржами, с теми, кто много оперировал с криптовалютой. То есть, получается, предшествующий этому крах отдельных коинов, отдельных бирж, провайдеров ликвидности на криптобиржи, которые эти банки обслуживали. Вкладчики такие подумали, так, но если они с этими криптоиндустрией были связаны, значит, у них будут проблемы. Заберу-ка я на всякий случай денежные средства. Прибежали, говорят, верните. А банки вернуть не могут. То есть, у них есть активы, которые размещены. Они начинают продавать облигации, которые у них есть на балансе, с их пирамидой. Они и так упали в цене, там, на 30-40% эти облигации. Они вынуждены еще эти убытки фиксировать. Денежные средства, которые они получают от продажи этих облигаций, из-за того, что они с дисконтом продают, их недостаточно для того, чтобы покрыть требования вкладчиков, которые забирают денежные средства. И они нигде этой ликвидности взять не могут. И поэтому они говорят, ребят, ну мы все, что могли, мы и сделали. Тормозните отток вкладчиков. А отток вкладчиков тормознуть никак не получается. И поэтому, получается, основная проблема, причина заключалась в том, что процентные ставки выросли, облигации в цене упали на 30%. То есть совокупный рыночный убыток банков, держателей даже облигаций, не только банков, держателей облигаций, в настоящий момент оценивается порядка 8 триллионов долларов. Это колоссальные деньги. Это не только государственных облигаций, это вообще по всему корпоративному долгу. То есть если вот сейчас к банкам, к страховым компаниям, к пенсионным фондам придут вкладчики и скажут, что, ребят, мы все закрываем, давайте деньги, нужно понимать, что они вынуждены будут зафиксировать убыток 8 триллионов долларов. Это колоссальные цифры. Ничего не могут сделать. Или вкладчики теряют деньги, банк объявляют банкротом, акционеры теряют, проводят реструктуризацию, или начинают им вливать ликвидность. То есть Центробанк включает печатный станок, выделяет банку столько денег, сколько надо, чтобы удовлетворить требования вкладчиков. Но дело в том, что когда включается печатный станок и выделяются деньги, они не просто так выделяются, они выделяются на условиях возвратности, платности, срочности. Деньги нужно будет возвращать. Все равно нужно будет возвращать. А если эта напечатанная ликвидность еще и в реальный сектор выльется, каким образом она может вылиться в реальный сектор, вкладчики забирают деньги. Соответственно, они говорят, ребята, идите лесом, я не буду хранить деньги в банке, да, я лучше куплю там какие-нибудь товары длительного пользования, я куплю недвижимость, по крайней мере, это непосредственно мое будет, да. То есть, что может получиться? Несмотря на то, что говорят аналитики, ничего страшного, денежные средства, которые предоставляются, они остаются в банковской системе, потому что выделяют банкам. Но дело в том, как они выделяют банкам? Банкам же нужно вот эту вот толпу, бежащую в банкоматы и бежащую в отделение банков, чтобы забрать деньги. То есть, им дают ликвидность на условиях, что потом они ее вернут, да, чтобы удовлетворить потребность вот этой вот толпы. Что толпа-то потом в итоге с этими деньгами будет, да, то есть, вы являетесь вкладчиком потерпевшего банка, Credit Suisse. Окей, хорошо, его купил UBS за копейки. Банк Швейцарии выделил кредитную линию 100 миллиардов долларов или франков, только сейчас точно не помню. Соответственно, держатели депозитов Credit Suisse, они эти деньги получат. Они эти деньги получат, и что? Они скажут, да, ну, блин, сейчас Credit Suisse, потом UBS. Любой европейский банк может бахнуться, да, потому что, ну, это риски высокие. Что я буду делать? Я буду стараться купить что-то реальное более или менее. И это краткосрочно может привести к тому, что там недвижимость, там, в Европе может начать расти. Но суть в том, что она не будет генерировать денежного потока. То есть, это все равно выльется в потребление. Потребление приведет к еще большему разгону инфляции. А чтобы разогнать инфляцию, вернее, чтобы потушить разогнавшуюся инфляцию, вам нужно будет еще сильнее повысить процентные ставки. То есть, вам нужно будет еще больше сделать стоимость кредитования. Да, это не произойдет сейчас, это может произойти через 3-4 года, но инфляция к этому периоду, она будет колоссальная. И нужно понимать, что европейцам нужно готовиться, что они точно там следующие 3-5 лет проживут в самое страшное время, да. То есть, нет сейчас людей, которые живут и в Европе, которые будут следующие 5 лет сталкиваться с чем-то знакомым. Они будут жить при двузначной инфляции в порядке, там, от 3 до 5 лет. В конечном счете, это все равно закончится большими-большими неприятностями. Условия сделки, которые произошли, они таковы, что UBS не взял все обязательства, которые есть у кредит СВИСа. То есть, это, получается, все облигации, которые кредит СВИС выпускал, и были держатели этих облигаций, они идут лесом, они ничего не получат. Это раз. Он не согласился это брать. Также там шла торговля, по какой цене непосредственно это продается, и банк Швейцарии выделит UBS, в том числе, средства для покрытия текущей ликвидности. То есть, сейчас это выглядит, как стабилизация банковской системы. То есть, долги простили, национализировали за счет средств налогоплательщиков. Все акционеры, которые были в кредит СВИСе, потеряли деньги, да, то есть, ну, там им дали несколько центов за каждый вложенный доллар. Взяли, соответственно, в управление, потому что активы все равно есть. Есть выданные кредиты, есть инвестиционно-банковское подразделение, есть, на самом деле, облигации, которые покупал кредит СВИС, просто они сейчас торгуются с убытком. И с учетом того, что, скорее всего, удастся перетерпеть, дадим UBS-у столько денег, сколько нужно, да, то есть, чтобы непосредственно активы, которые есть, то есть, у кредит СВИСа, у него же были облигации. Эти облигации сейчас упали в цене. В цене упали, там, порядка 30-40%. То есть, возможно, рассчитывают на то, что эти облигации восстановятся и как-то выкружат, да, то есть, выправят. И сейчас это некая такая очень тонкая грань, да, выплывут, не выплывут. Краткосрочно может быть выплывут, да долгосрочно нет. Долгосрочно такие проблемы нужно понимать, что в конечном счете все равно будет инфляция, все равно процентную ставку повысит. И все равно, если не через 2-4 месяца, если они пройдут этот период, да, то есть, дадут ликвидности столько, сколько нужно, это все равно приведет к инфляции. И через 3-4 года они точно так же, ну, я думаю, уже точно так же не получится спасать, да, то есть, уже ликвидности будет чрезмерно много, за это кто-то заплатит. Поэтому точно сейчас европейские банки там не стоит размещать депозиты, потому что у них очень существенные проблемы, у них просто брешь в балансе. Кинули акционеров, это кинули держатели облигаций, это спасли за счет средств налогоплательщиков, то есть, банк в Швейцарии фактически для правительства выделяет там 100 миллиардов. Как я неоднократно говорил, правительство сами деньги не зарабатывает, то есть, они получают их откуда-то, они их получают из доходной части бюджета. Доходная часть бюджета формируется за счет налогов, в первую очередь. И, соответственно, налогоплательщики заплатили за спасение банка, где менеджеры допускали большие ошибки, где привлекали краткосрочное финансирование для покупки долгосрочных обязательств, которые очень сильно волатильны в зависимости от процентных ставок. И то есть, что по факту произошло? По факту произошло, брали короткие дешевые деньги и размещали в длинные облигации, потому что там можно было получать доходность, потому что там доходность была эффективная, она была положительной. Она была очень малоположительной, чтобы получить более или менее хорошую доходность для акционеров, чтобы получить бонусы свои, вынуждены были пирамидиться. И получается, когда запирамидились, что значит запирамидились? Заняли короткие дешевые деньги и с плечом вложили в актив, разогнали его цену, на этом прибыль заработали. Но заработанная прибыль, в итоге заработанная прибыль, привела к тому, что когда эти облигации упали в цене на 30%, там достигли таких убытков, которые там прибыль за 10 лет просто как корова языком слезала, то есть ее нету, и компания банкрот. То есть ее текущих активов недостаточно для того, чтобы обеспечить текущее обязательство, которое банк имеет. Все, точка. То есть ты банк, у которого вся текущая рыночная стоимость активов недостаточно для того, чтобы исполнить все обязательства, какие у тебя есть. И UBS, соответственно, купил банк, он попытался, соответственно, убрать что-то такое, прямо лежащее на поверхности, акционеров убрать, долги, которые были напрямую оформлены, кредит с весом. Но он как бы это вывел сейчас за баланс, он не покупает его. Но, тем не менее, он купил активы, которые упали в цене, с надеждой, что они, может быть, отрастут, а если не отрастут, а если все равно процентные ставки потом будут повышать. UBS столкнулся с такими же проблемами, с которыми кредит с весом столкнулся. Россия, это касается, в каком ключе, ну, то есть из-за того, что количество транзакций, операций, которые могут проводить резиденты, нерезиденты ограничены, для кого-то Россия может показаться, опять же, я условно говорю, показаться тихой гаванью. Но они не могут прийти в Россию, чтобы купить российские активы. Для кого-то наоборот. Россия не может остаться в стороне, потому что если падает банковская система, то это неизбежно сказывается на реальной экономике. Через что? Физические лица хранили деньги в банке. Банк обанкротился. Соответственно, физические лица деньги потеряли в рамках той суммы, которая не застрахована. То есть по аналогии с агентством по страхованию вкладов. Какая-то сумма застрахована, другая не застрахована. Пока спасают, пока дают ликвидность. Если это начнет носить какой-то массовый характер, и не удастся купировать вот эту историю, причем я думаю, что в Америке это получится, в Европе скорее нет, чем да, это приведет к тому, что люди, которые хранили деньги в банках, они их лишатся. Акционеры, которые были собственниками банков, потеряют деньги, как потеряли деньги акционеры кредит-свеса. У людей не будет денег как таковых. Снизится потребительская активность. И здесь два варианта. Снизится потребительская активность, это приведет к тому, что упадет экономика, потому что покупать не на что будет. Второй вариант, чтобы этого не произошло, и то, куда мы видим, развивается ситуация, начинает включать печатный станок и печатать денег, предоставлять ликвидность. Это неизбежно вызовет инфляцию. В случае падения экономики, ну то есть мы на самом деле очень близки к стагфликционному сценарию. Стагфляция – это ситуация, при которой у вас и экономика падает, и инфляция очень сильно растет. А если будет падать экономика, никому не нужно будет сырье, а если не нужно будет сырье, соответственно, российское сырье никто покупать не будет. Не будут покупать российское сырье, без разницы как это будет, снимут санкции, не снимут санкции, какие-то будут там альтернативные поставки, дружественные, недружественные страны, без разницы. То есть, если Россия не сможет на экспорт продавать свои товары экспортно-ориентированные, свои сырьевые составляющие экспорта, то в этом случае у нас выпадают доходы. Выпадающие доходы, соответственно, приводят к тому, что заработная плата бюджетников не растет, пенсии не растут, доходы на территории России не растут, а, соответственно, ослабление рубля будет приводить к тому, что будет высокая инфляция. И поэтому вот так вот опосредованно, через логическую цепочку, через падение реальной экономики, падение ценно-сырьевых товаров, падение доходов Российской Федерации от экспорта, соответственно, у нас снижаются доходы населения, доходы экспортных компаний, и, соответственно, это приводит к тому, что Россия тоже, естественно, это в стороне не оставит, и на нас это тоже отразится непосредственно. Поэтому нужно понимать, что нужно от этого защищаться. Каждый выбирает сам, кто-то покупает недвижимость, кто-то покупает золото, кто-то покупает там замещающие облигации. Но на самом деле нужно иметь всего по чуть-чуть, а вот чего и сколько нужно иметь, об этом мы рассказываем на конференции, тема которой назад в будущее. Если интересно, проходите по ссылочке, расскажу более подробно. Друзья, я постарался изложить свое мнение и видение относительно того, что происходит в настоящий момент. Надеюсь, вам было полезно узнать, что явилось первопричиной проблем в Европе. Как я говорю, мы видим яркое проявление, то, что я сейчас называю оружием массового поражения 21 века. Это кредит, это заемные капиталы, леверидж и то, что мы наблюдали в настоящий момент. Проблемы, с которыми столкнулись и, я абсолютно уверен, еще не закончились. Проблемы в европейской финансовой системе были обусловлены тем, что были нарушены параметры риск-менеджмента, было использовано значительное заемное плечо, леверидж, заемный капитал, когда процентные ставки были низкие. И вот мы видим конкретно на примере, что мастодонт, который существовал с 19 века, второй по величине швейцарский банк упал, обанкротился. К чему это в конечном счете может привести долгосрочно? Понравилось, если данное видео, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, что вы думаете, понятно ли я объяснил или нет, или может быть еще что-то нужно раскрыть. Я буду рад вашим комментариям. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.